Здравствуйте! Мы начинаем второй урок по KLM Vision. На этот раз он будет посвящен миганиями светодиодами с помощью библиотеки CMCIS. Допускаем KLM Vision. Как вы видите, это наша старая программа, которую мы написали еще на предыдущем занятии. Так, что нам нужно для того, чтобы помогать светодиодам? Нам, прежде всего, надо узнать, каким конкретно выводом микроконтроллера подключены наши светодиоды. Для этого открываем схему. Схему можно скачать из интернета. Так. Вот открылась схемка нашей платы. Нам нужно найти светодиоды. Вот они. Как мы видим, что на этой плате светодиоды подключены к порту D2. Выводы номер 12, 13, 14, 15. Запомнили. Хорошо. Теперь нам надо настроить эти парты. Но перед тем, как их настроить, их надо затактировать. Дело в том, что по умолчанию вся периферия выключена от тактирования. Это сделано для того, чтобы микроконтроллер стал предельно минимальным энергопотребляющим. для того, чтобы включить тактирование, нам нужно обратиться к документации reference manual. Откуда ее можно скачать? Собственно, ее можно скачать оттуда, откуда мы скачали до этого библиотеки. Вот. Убираем здесь reference manual. Вообще, нас должны прикинуть вот сюда. Вот она, это самая PDF. Кроме того, нам еще понадобится PDF-ка. Самая первая продовольная продукция specification. Данная PDF-ка рассказывает какая конкретно ножка контроллера, за что отвечает. Они у меня уже скачены, вот они. Открываем reference manual. открываем регистры RCC. Выше вот они. Растягиваем. Здесь ищем GPEOD. Вот. GPEODEN. За его включение отвечает регистр RCC HB1ENR. То есть нам надо выставить бит, где там вот он. вот этот вот бит в единицу, собственно, четвертый. Но это не важно. Важно в какой регистр. Пишем. Так. Один из киевов можно закрыть. Пишем. RCC. Дальше. Вот он. HB1ENR. Надо для того, чтобы установить бит, надо сделать и с самим регистром следующего значения. RCC. HB1ENR. И вот это вот самое название. Вот. Как вы видите, RCC это название. Общее регистра. HB1ENR. Тоже совпадает. И вот конкретный битик. Устанавливаем. Устанавливаем. В эту строчку устанавливает без единицы. Вот. Ну, соответствующий. Каким образом включается наше тактирование. Хорошо. Тактирование порта АД мы включили. Теперь вопрос в следующем. Каким уже образом нам настроить на выход наши выводы. С 12 по 15, сколько я помню. Для этого обращаемся к reference manual. На этот раз открываем раздел General Opus. Здесь нам нужно найти GPU Registers. И первый регистр, который мы встречаем, это регистр MODER. Этот регистр есть для каждого порта нашего микроконтроллера. То есть есть GPU A MODER, GPU B MODER и так далее. Нас интересует GPU D MODER. Вот то есть. Ниже описано содержание этого регистра. Как мы видим, за инститивизацию каждого вывода регистра отвечает за 2 бита. Ниже есть описание, что же происходит с этими двумя битами. Если они записаны 0-0, то наш вывод работает как вход. Если 0-1, то как выход. Если 1-0, то в качестве альтернативной функции. Если 1-1, то в качестве аналогового входа. Или выхода. В нашем случае мы должны забить 0-1, то есть как выход. то есть в нашем случае будет 0-1, 0-1, 0-1, 0-1. Все остальные нули. Пишем. DPOD MODER равно 0x. 0-1, 0-1, это 5. 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пишка запятой. Следующие. Следующий регистр. Смотрим, какой у нас следующий регистр. Это O-Typer. Здесь уже только половина, и только один бит отвечает в настройки. Если у нас 0, то у нас есть подтягивание. Если у нас единица, то у нас просто-напросто открытый коллектор. То есть выход висит в воздухе. Нам нужно с подтягиванием. Поэтому будет 0. Собственно, можно весь регистр инициализировать в качестве нуля. То бишь нулем. O-Typer равно 0. Следующий. Регистр отвечает за скорость. У меня четыре варианта скорости. Низкая, средняя, высокая и наиболее высокая. Так как скорость нас интересует мало в данный момент, то мы возьмем низкую скорость. И этот регистр также инициализируем весь нулями. Этот регистр PPUPDR отвечает при работе вывода на вход. PPUPDR также это при работе на вход. А вот ODR при работе на выход. Собственно, данный регистр определяет, будет ли у нас высокое или низкое напряжение на выводе. Если единица, то высокая. Если 0, то низкая. Светодиоды горят при высоком напряжении на выходе. Следовательно, нам нужно в биты 15, 14, 13 и 12 установить единицы. Во все остальные мы можем установить, например, нули. Четыре единицы это, как известно, F. Пишем. ODR равно 0xf раз два три. Все единицы, остальные нули. Собираем. Зашиваем. Это не ошибка, это просто ограничение кода в 32 калабайта. Запускаем. Все. Все светодиоды зажглись. Поздравляю. Давайте заставим его еще и помогать. Для этого надо все светодиоды не только включать, но и выключать. Для этого F превращаем в 0. Нам нужна еще какая-то задержка. Давайте сделаем ее на цикле for. у int 32t и создаем переменную i разрядностью 32 бита. И с ее помощью пишем цикл for. i равно 0 и меньше, скажем, 1,2,3, 1,2,3, 2 миллионов и плюс-плюс. Таким образом у нас будет и считаться от 0 до 2 миллионов. Просто так, без толку. Только для того, чтобы это время потратить. Таким образом что же у нас получается? У нас светодиоды загораются. Дальше считается цикл for какое-то время. Потом гаснут. И цикл for считается еще какое-то время. Затем все начинается сначала. То есть если цикл for будет считаться какое-то время, которое мы можем заметить, то мы будем видеть механизм светодиодов. Проверяем. Как вы видите, механизм светодиодов мы видим. Ну все. Мы научились таким образом мигать светодиодами с помощью библиотеки CMCS. В следующий раз мы попытаемся помогать светодиодами с помощью библиотеки STDPRIF. Все. Спасибо за внимание. Продолжение следует. يتм